Важная новость, которую вчера много описывали русскоязычные СМИ, касающиеся территориальной обороны в Курской и Белгородской областях. Там и сами местные региональные СМИ в этих регионах, и российские власти, они заявили это так, как будто бы бойцам территориальной обороны выдали автоматы прям и различное боевое оружие. Но если вы посмотрите, например, видеорепортаж из Курской области, там вы видите, что, например, пистолеты выдают, а вот автоматами оказались охотничьи карабины «Сайга». «Сайга» внешне для обывателя абсолютно идентична автомату Калашникова. Поэтому, естественно, когда обыватель видит этот репортаж, он думает, что им дали автоматы Калашникова. Принципиальное отличие, конечно, в том, что, во-первых, «Сайгу» может получить любой гражданский, ему не нужно быть для этого военным и полицейским, просто оформляешь охотничью лицензию. А второе важнейшее, скорее, это момент, который касается того, применимо ли это для боевых действий, то, что у этого охотничьего карабина, ну, это не автоматическое оружие. Он может только вести одиночную стрельбу. Соответственно, он максимум для чего сгодится в их ситуации, в ситуации этой территориальной обороны. Не знаю, может быть максимум какая-то самооборона, когда на вас наступает ДРГ. А так, в целом, вести боевые действия полноценно с помощью САГИ – это затея очень-очень странная. Так что по Курской области мы видим, что там точно вручили не автоматы. Дальше, по Белгородской области тоже есть видеорепортаж, там присутствует и губернатор области Гладков. И вот на этих кадрах мы видим, как человек, который, я не знаю, кто он, военный или кто, который сидит около стола и берет в руки оружие. Он по очереди, каждый вызывает, там, типа, такой-то, подойти сюда. И дальше прямо уже даже вслух произносит, вручается охотничий карабин САГИ-МК. То есть здесь мы видим, что тоже вручают САГИ-МК, а не автоматы Калашникова, как заявлялось в некоторых новостных заголовках. Еще отдельно здесь, как раз, вот это тоже отмечу, что есть разные карабины, которые тоже для обывателя внешне прям абсолютно идентичны, как будто бы это автомат Калашникова. Вот, например, еще один карабин ТР-3 от концерна Калашников, который, как видите, для обывателя тоже будет выглядеть абсолютно как именно автомат Калашникова. Ну, практически неотличимо. Самый простой способ отличить охотничий карабин от настоящего автомата Калашникова, это посмотреть на его предохранитель. Вот здесь мы увидим, что это именно карабин, поэтому у этого предохранителя, вот этот большой такой рычажок, который вы сейчас увидите на экране, у него только два режима. То есть либо оружие стоит на предохранителе, либо стрельба, то есть одиночная стрельба. У настоящего автомата Калашникова у него, у предохранителя три режима. Либо оружие стоит на предохранителе, либо средняя метка, это, соответственно, автоматический огонь, то есть стрелять очередями, либо нижняя метка, это одиночная стрельба, как и у карабинов. Если вы видите на каком-нибудь оружии, которого вы не знаете, это карабин или автомат, если вы видите у него, что у предохранителя есть промежуточное положение, автоматическая стрельба, значит, это автомат. И мы посмотрели фоторепортаж из Белгородской области, который опубликовал Гладков. Судя по всему, все-таки там везде сайга. И буквально мы нашли одну фотографию. Ну, кстати, вот еще там эти пикапы дали им тоже, противодроновое оружие. Вот мы нашли буквально одну фотографию, где, если присмотреться к оружию вот этого человека, сидящего в пикапе, то есть ощущение, что у него как раз-таки у предохранителя там есть средняя метка, то есть для автоматического режима стрельбы. И вот это единственная фотография, где, судя по всему, мы видим автомат. Но поскольку это единственная фотография, а на всех остальных фотографиях мы видим, что это прям сайга, то пока делать выводы рано. И, скорее всего, нам нужно последить, и, скорее всего, окажется, что, как мы и ожидали, их вот оформили там либо как чоповцы, либо как хоть ничего, лицензии. И далее вот такие охотничьи карабины. А настоящих автоматов у них не будет. Вот такой вот наш вывод по этой территориальной обороне. Скажи, пожалуйста, а вообще вот по территориям, собственно, вот там есть на тех, в тех районах, в которых выдали это, или в которых формируют аэроборону, какие-то столкновения, какие-то заходы, потому что уже довольно давно не было новостей там о заходе ДРГ или еще о чем-нибудь таком? Я думаю, здесь оба губернатора понимали, что если сейчас этих ДРГ нет, то это не значит, что их не будет совсем уже все до конца, что типа все закончилось. Все равно нужно к этому готовиться. И здесь эта территория оборона, она же не на отдельный участок территории, внутри области как бы располагается. Она как бы вдоль границы предполагается, что там будет располагаться. Ну и в Белгородской, Курской области, по которой здесь идет речь в новостях, они обе были в замеченном новостях, где действовала ДРГ, в том числе заходились, где РДК заходили тоже, в Белгородской области, как минимум мы это прям помним. Так что, да, там ДРГ действовали. Вот. Но, как я сказал, с Айгой против идти обороняться против какого-нибудь того же РДК, у которых там автоматы полноценные, и еще плюс всякая различная бронемашина, это будет интересно, конечно. Ну и плюс даже в новостях подчеркивалось, что, по-моему, по Белгородской области, что на оружие потратили, по-моему, там что-то 22 миллиона рублей, каждый карабин стоит там 55 тысяч рублей. Итого так и получилось, что, по-моему, закупили 400 единиц оружия при общей численности территориальной обороны там 3 с лишним тысячи человек. Так что даже вот этих охотничьих карабинов не дали не всем, получается. А как в новостях описывалось у Гладкова, только самым подготовленным. Так что, ну, это ни о чем, по сути, их вооружение. Слушай, по поводу подготовки как раз. А есть понимание вообще, готовят, как-то не готовят? Они проходят какие-то курсы, или это действующие военные, или еще что-то? Ну, потому что, скажем так, человек с айгой ничему не обученный, он, конечно, сделает ровно ноль какого-то импакта, и скорее, ну, то есть, спровоцирует ответный огонь, убив и себя, и, возможно, окружающих людей. Ну, здесь важный момент, что даже человек обученный, даже обученный на Западе, если он будет с айгой в руках против какой-нибудь РДК с автоматами и бронемышинами, по-правильному он должен будет бежать, отступать, потому что с айгой он ничего не сделает против них, ну, либо сдаваться. Вот, так что здесь в этом плане обучение им никак не поможет. Ну, из обучения мы помним, что до Пригожинского мятежа было буквально там пара фото или видео, где реально вроде бы как какие-то вагровцы обучали местную тиреоборону. Ну, мы не знаем, чему. То есть, было буквально просто там пара фото, где они вот вместе стоят. Плюс мы помним тот репортаж, кто это был. Это был не Голодков, кажется, а кто-то Старовой, кажется, это был, где он в такой военной форме и тоже, типа, помогает обучать бойцов тиреобороны. И у него еще была нашивка на груди этих вагровцев тоже. Я тогда это освещал в сводке. Вот тоже были какие-то такие фоторепортажи, что как будто бы их обучают. Но прям подробных материалов об их обучении мы не встречали. Так что вполне возможно, что все эти случаи, которые попадали на МГЗа, были просто какой-нибудь такой показухой для фотоотчета. Так что не ясно, насколько уровень их подготовки высок. Но, как я сказал, даже если он и высок, как бы с АйГ в руках ты ничего не сделаешь. Так что это без толку, что это там, чем их обучали, не обучали. Разве в случае, чем они могут полезно, что типа вовремя заметить наступающую ДРГ и сообщить, куда надо. Только вот максимум, что они могут сделать. Еще про вагнеровцев. В последние дни много расходилось по интернету вот эта вот фотография, где якобы боец Вагнера стоит у пограничного столба Польши. Еще увязывались истории то, что Лукашенко на встрече с Путиным говорил, что вагнеровцы просят пойти на Польшу. Или как-то так он сказал. Абсолютно проходное политическое заявление было. И плюс здесь наверняка просто многие обратили внимание, что вот этот человек на фотографии, он показывает вот такой вот жест. У многих царит абсолютно неправильное мнение, что якобы этот жест обозначает там наемников или конкретно даже наемников в группировке Вагнера. Можете знать заранее, что тот, кто так говорит, это полнейшая чушь. Это не является признаком наемников или тем более наемников Вагнера. Например, на Гавайях в одном из штатов США самое популярное приветствие это не Алоха, которое известно там много по интернету, а именно Шака. Вот это и есть вот этот Шака. Это называется приветствие такое у Гавайев. Плюс... В моем отрочестве так обозначали желание покурить травы, честно говоря. Да, везде по разуму. Я понимаю, откуда пошло вот этот миф, что якобы это обозначение наемников, потому что есть ряд таких культовых фильмов, популярных среди тех, кто увлекается темой милитари. И один из этих фильмов называется «13 часов в Бенгазе». Тоже один из моих любимых фильмов. Он основан на реальных событиях про убийство посла Кристофера Стивенса, американского в Ливии, в Бенгазе. И там по сюжету присутствуют как раз таки американские наемники в правильном понимании этого смысла. То есть они занимаются охраной там посольства и посла лично, которые в какой-то момент сталкиваются с местными наемниками. И этот местный наемник африканский, он видит там себя как-то агрессивно по отношению к американским наемникам. И американский наемник, один из актеров, в фильме такой говорит, типа, эй, эй, чувак, типа, спокойнее, джамбо. Ты знаешь, что такое джамбо? Вот ей потом по сюжету в фильме он говорит, типа, все наемники знают, что такое джамбо. Джамбо с местных языков там, одно из этих южных стран из Африки означает просто знак приветствия тоже. Это, типа, расслабься, чувак, все нормально. Вот. То есть это тоже даже не обозначение наемников. Это просто такой вот знак, типа, приветствия. Вот такое. Поэтому, поэтому если вот кто-то говорит, что, типа, это якобы знак наемников группировки Вагнера, это, конечно же, не так. И даже если я забыть про всякую там западную культуру, там, про Гавайи, про 13 часов в Бенгазе, я и в России, и в разных субкультурах встречал, что, типа, каждый там, например, у байкеров тоже этот жест популярный. Многие говорят, что, типа, это жест байкеров. У всяких парашютистов, серферов. Кстати, у парашютистов, серферов тоже знак тоже используется. Инструкторами обозначает, что, типа, когда он ученику показывает, он имитает душу, типа, расслабься, дыши ровно, чтобы у тебя все получалось. Так вот, возвращаемся к фотографии. Той, которая якобы около пограничного столба Польши. Это, конечно же, оказался фотошоп. И, на самом деле, здесь это не вовсе не Вагнеровец, а, видимо, польский какой-то солдат, ну, собственно, на границе. И жест, как я сказал, он популярен везде и во всех субкультурах. Он ничего подобного не означает. Субтитры создавал DimaTorzok